Пускай судьба забросит нас далеко, пускай перед всем, только никого не допускай. Во дворе дома на улице Кирова царит атмосфера праздника. Артисты исполняют знаменитые народные композиции под окнами ветерана Великой Отечественной войны Ивана Кривошеева. В этом году ему исполнится 103 года. Иван Кривошеев попал на фронт, будучи студентом Ленинградского педагогического института. Был командиром орудий 76-миллиметровой противотанковой пушки. После войны стал офицером. Дослужился до подполковников госбезопасности. На пенсии ветеран пишет стихи и автобиографические книги. Является постоянным героем патриотических вечеров. 19 ноября 1942 года я оказался под Сталинградом и участвовал в боях против немецких танков. Был подготовлен как артиллерист. День Победы. Я вместе с другими наступающими воинскими частями оказался под Прагой. Пражане нас радостно встречали, целовали, обнимали, плакали. Мы заслужили этот День Победы. Мы привели Россию к победе. Это для нас главное. А это двор на Ленинском проспекте. Здесь концертная программа развернулась под окнами труженицы тыла Галины Рогожкиной. Любимый город зиме летает. Любимый сад и нежный взгляд. В начале войны Галине Рогожкиной было всего 10 лет. Школьнице она принимала участие в сельскохозяйственных работах. В Химках не один десяток лет работала учителем английского языка в школе номер 5. Победы в третье лето были... Слушайте, это была радость и кругом слезы. Отец на фронте был, не пришел, еще не пришел. А мама и я, и мой брат. Брат у меня на 4,5 года моложе меня. И мы объявляем, значит, это... Я иду в школу, а соседка мне говорит, Галина, ты куда? Я в школу. Да какая школа? Победа, победа. А это уже деревня Лунево, где фронтовые песни исполнили для ветерана Великой Отечественной войны Александра Пирогова. А нынче нам нужна одна победа. Одна за всех мы за ценой не постоим. 17 лет Александра Пирогова призвали в армию. Он попал на Первый Дальневосточный фронт. С августа по сентябрь 1945 года участвовал в стратегической маньчжурской операции. Впоследствии посвятил свою жизнь работе на заводе «Энергомаш», где получил награду «Заслуженный работник труда». Лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар поздравила химчанина с Днем Победы. Вас поздравляет глава городского округа Химки Дмитрий Владимирович Волошин. Тоже вам желает благополучия, счастья, самое главное – крепкого здоровья. Это вот маленькие подарочки – это все вам. Благодарю вас всех за, чтобы вы пришли, чтобы помните. Театрализованные представления развернулись и в микрорайоне Левобережный. Как и в других уголках химок, ветеранам посвящали песни и добрые слова. В мероприятии приняли участие активисты «Единой России», муниципальные депутаты Инна Монастырская, Валентин Герасимов, Наталья Коныгина. Но надо не упускать возможность найти время поблагодарить наших ветеранов, пожелать им крепкого здоровья, поблагодарить за мирное небо. Уже не первый год традиционно по инициативе химчан, администрации, организуется акция «Поющие дворы». А как не поздравлять, они нам подарили жизнь. И наши отцы, и деды. С праздником, дорогие ветераны. Акция «Поющие дворы» проходит традиционно в рамках партийного проекта «Единой России. Историческая память». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова